Дорогие наши, прекрасные, горячолюбимые и несравненные ни с кем сестры, я знаю, что мы сейчас в преддверии 8 марта Международного Женского Дня, и я хочу поздравить вас с праздником весны. От лица всех мужчин хочу сказать вам, что вы лучшие из творений Божьих. Куда мы без вас? Вам посвящают стихи поэты, астрономы называют вашими именами небесное светило. Когда мужчина смотрит в глаза любимой женщины, он видит в них отблеск вечности. Не случайно Иисус Христос назвал свою церковь невестой, чистой и непорочной. Все, к чему бы вы ни прикасались, несет отпечаток красоты и устройства. Пусть в вашей жизни будет больше света, больше Бога. Пусть Он наполнит вас своей совершенной радостью. Любите и будьте любимы, да благословит вас Господь. Вы прекрасны. С праздником вас, дорогие наши сестры. И в этой теме я хочу предложить вам сегодняшнее слово. Это слово об одной женщине, о которой написано в Библии. У этой женщины было трое детей. Первый ее сын был священником, первосвященником. Единственным человеком со всего человечества, которому позволял Бог раз в году приближаться к себе и входить за завесу в святое святых и быть в самом близком присутствии Божьем. Устами этого человека Господь дал закон. Второй из них – это человек, который был пророком. Эта дочь, пророчица, она писала песни, она весь народ вела в поклонении Богу, она слышала голос Божий. И третий из них – Моисей. Был величайшим лидером в истории, законодателем народа Израиля. Вот именно он был основателем иудаизма, человеком, который повлиял на судьбу миллионов людей, который вывел их из рабства и привел их в новую обетованную землю, хотя сам не вошел туда. Итак, женщина, трое детей, одна дочь и два сына. Каким образом у этой мамы или у этих родителей появились таких три способных, совершенно уникальных ребенка? Какими нужно быть родителями? Что особенного нужно сделать в своей жизни, чтобы воспитать таких детей? Кто за этим стоит? И что вообще нам нужно знать? И можем ли мы что-либо знать, какие-либо секреты жизни этой семьи и мамы, имя которой и Ахаведа, которая смогла родить и воспитать таких троих прекрасных детей? Я верю, что на примере этой семьи Бог хочет говорить сегодня к нам. Я знаю, что некоторые из нас имеют семьи, и у нас есть дети, и мы, конечно же, воспитываем. Кто-то уже воспитал, кто-то выпустил из дома своего детей и наслаждается, когда внуки приходят домой, когда праздник, день рождения или еще какой-то праздник, и все вместе собирается, семья собирается вместе. У кого-то сейчас боль в сердце, когда вы слышите эти слова. Вы думаете, пастор, не говори эту тему, не поднимай. Вот я пришел к Богу, у меня сейчас новое начало. Не нужно ворошить прошлое, какие мои дети и что там было. Прошлое осталось в прошлом. Но я глубоко верю, что любовь Божия, которая течет здесь, на этом собрании, она хочет коснуться тебя, исцелить тебя, восстановить тебя и дать тебе свой божественный взгляд и чему-то новому научить, тому, чему, может быть, ты еще и не знаешь чему. Вы знаете, мы привыкли в нашей церкви и не только в наших церквях вырастать на примерах. Примеры вдохновляют, примеры зажигают. Когда я читаю о Давиде, когда я читаю, что этот подросток, которому там в 17 или 16 лет взял несколько камней, рогатку и победил этого огромного великана и стукана, просто так уверенно сказав, что я иду на тебя против, или против тебя во имя Господа, Бога моего, и Бог тебя сейчас предаст смерти. И взял и попал в единственное незащищенное место, потому что он был весь одет в эту всю броню, в лоб, и он упал, он упал, он подбежал и убил его. И весь народ, который 40 дней был в страхе и ужасе, ликовал и кричал. Когда я читаю, думаю, ну слушайте, ну круто, разве не так? Ну классно, этот Давид, которому всего там 16-17 лет, ну с Богом, какие великие дела он может делать. Мы учимся на примере Давида, Иосифа, Авраама, Соломона, апостола, приводим в пример Иисуса. Иисус так бы поступил, Иисус, Иисус. И это правда, это наши герои. Но замечали ли вы, что это все мужчины, братья, сестры, в преддверии нашего праздника, вашего праздника, вам не хотелось бы что-нибудь услышать со стороны представителей прекрасного пола? Есть ли какие-либо герои, на примере которых мы могли бы тоже чему-то научиться? И вы мне скажете, пастор, ты забыл про Исфирь, ты забыл про Наимень, ты забыл про Девору, ты забыл про Руф, наконец, ты забыл про Марию, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, которую ублажают все народы, написано так. И, конечно же, мы учимся у этих благочестивых сестер наших, женщин. Но я хотел бы сегодня говорить о женщине, чье имя практически едва ли однажды упоминается в Писании, которая может просто проскользнуть незамеченно, когда ты читаешь, перелистывая, и когда ты слушаешь только то, что в церкви, не обращая особое внимание на семью Моисея. Эта женщина, ее звали Иоховеда. Есть три местописания, которые упоминают о семье Моисея. Мы читаем в исходе, во второй главе, там, 9-10 стихов описывает ее жизнь, жизнь Моисея, жизнь мужа ее. Мы читаем чисто в 26 главе, 59 стихе. Написано имя жены Амрамовой. И вот появляется имя отца. Отец его звали Амрам. Иоховеда, дочь Левина, которую родила жена Левина в Египте. И она Аврааму родила Аарона, Моисея и Мариам. Три величайших человека. Аарон, Моисей и Мариам, сестру их. А давайте прочтем из книги «Исход» со второй главы. Написано, некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Здесь мысль. Берите братья себе жены из своей же церкви. У вас не будет конфликтов и напряжений. В Библии так написано. Пошел и взял из своего же племени. Возьмите из своей домашней церкви. Возьмите из нашей церкви. Не хотите куда-нибудь в мир. И сестры точно так же женитесь на христианах. То есть замуж выходите. Да, спасибо, Надюшка. Я знал, что я с одним крылом ошибки делаю. Спасибо тебе. Вот, да. Выходите замуж за братьев, которые с нашей церкви, да. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но, не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться. А прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет. И жарилась над ним и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреяна, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. Давайте откроем еще один стих. Это Евреям 11 глава 23 стих. Когда мы набираемся до послания апостола Павла к евреям, особенно к 11 главе, мы как будто бы оказываемся в какой-то удивительной галерее, где нам стоит остановиться и заглянуть в жизнь, в судьбу разных мужей и жен Божьих, которые жили до нас. Все они сделали что-то удивительное, уникальное и неповторимое. Все они сделали что-то то, чтобы попасть в эту 11 главу, которую по праву называют главой мужей веры и жен веры. Галерея мужей и жен веры, героев веры. И вот в 23 стихе написано так. Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, «Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Здесь среди героев веры, среди, между Авраамом, между Ноем, между Сарой, между Исааком, между другими именитыми людьми находятся родители. Родители, которые жили в очень трудное время. Некоторые из нас говорят, «Пастор, ты знаешь, наверное, что мы живем в очень сложное время, тяжелое время». Знаете, я думаю, что в то время, в которое жили они, они по праву могли думать, что было очень тяжелое время. Вполне реально, что они думали, что уже наступает конец света, потому что их очень сильно гнали и притесняли. Более того, фараон издал указ, по которому всех новорожденных мальчиков нужно было брать и бросать в реку Нил. Известно из истории, что эта река была переполнена крокодилами. То есть фактически он боялся, что евреи поднимутся и станут еще сильнее. И он хотел всех мужчин, сократить численность населения мужчин, всех мужчин, которые рождаются, уничтожать и убивать. Там были специальные шпионы, соглядатые люди, которые получали деньги за то, что они находили беременных или находили мальчиков, которые только что родились и бросали их в Нил, в реку. Поэтому было в действительности очень трудное и тяжелое время. Вдобавьте к этому, что они были рабами, у них не было никакого имущества своего, никаких своих прав. Они пахали с утра до ночи и не видели никакого просвета. И вот эта семейная пара, прямо среди всех мужей Божьих, прямо она здесь висит или прямо здесь она упоминается в галерее Божьей. Как это так? Что это? Чем же они удостоились? Я думаю, друзья мои, что нам нужно посмотреть на то, что же произошло. К тому времени, когда мама Иохаведа забеременела третьим ребенком, у них уже был старший ребенок, это дочь Мариам, и был младший сынишка, которому было всего три года, Аарон. Мариаме было двенадцать, а Аарону было три года, когда она родила. И я пытаюсь представить себе, что могла чувствовать женщина, которая вдруг узнала, что она беременна. Я думаю, что вокруг все соседи абсолютно, они все говорили, о-о-о, только бы не мальчик был. Потому что если мальчик мы не переживем, это же заберут у нас, заберут нашего ребенка. Зачем мы вынашиваем его? Зачем я буду рожать его? Заберут и убьют его, и его просто бросят в Нил. Как же он бедник? Он только что родился. Как же так? И в этом состоянии страха, которое окружало везде, ропота, она узнала, что она беременна третьим ребенком. И вполне реально, что у нее, как у обычного человека, были такие же мысли. И может быть, она даже и молилась, и говорила, «Господи, ну пусть бы девочка родилась, ты усмотри, как ты скажешь, Господи, ну если заберут, я не переживу, я не знаю, как это, Господи». Но как только она родила своего ребенка, она тут же узнала, что это был мальчик. Для всех евреянок это были плохие новости. Но мы видим в Библии, здесь в двух местах сказано, что она увидела, что дитя прекрасно. И в другом месте сказано, что он был очень красив. Я не думаю, что мама увидела там носик еврейский, реснички черненькие, миленькие такие пальчики, вот такой ребеночек. Конечно, для каждой мамы новорожденный младенец прекрасен. Для папы иногда он смотрит, говорит, такой пупырышку весь красненький такой, «Ой, это что, он такой будет всегда?» Я помню, когда я на Абика посмотрел, она такая маленькая, такая красненькая, такая, ну, ручки, ножки, все на месте. И вот эти мои чувства все, «О, Господи, Ты дал мне ребенка!» Я не замечал чего-то плохого. Но я знаю пап, которые говорят, «Ну, в первые дни он такой еще, такой, 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 такой он такой еще». То есть, но для мам, для мам, он всегда прекрасен. Она его родила. Она вынашивала его под сердцем у себя. И вот он пришел. Она смотрит на него. Он прекрасен. Но я верю, что в этом тексте речь идет не о материнских просто чувствах. Написано, что они увидели, то есть и папа увидел. Значит, они посмотрели на него. И у них было понимание от Бога, что есть какой-то план у Господа для этого малыша. Бог что-то приготовил для него. И знаете, три месяца они скрывали его. Я не знаю, мне кажется, это очень сложно, потому что ребенок плачет, его кормить нужно, и нужно всегда быть на чеку, и нужно в этом состоянии бодрства, там и днем, и ночью, наверное, чтобы тихонько-тихонько-тихонько, три месяца они прятали его. Я думаю, первый урок, которому мы можем научиться от и Ахаветы, это научиться преодолевать страх. Я думаю, ей было страшно. И каждый день она думала, Господи, хоть бы этот день, хоть бы никто не пришел, хоть бы никто не услышал, не увидел, что у меня родился ребенок, и это мальчик, потому что заберут же ведь. Господи, она преодолела страх. И Писание очень ясно говорит о том, что она сделала это верою, они не устрашились царского повеления. Друзья, я хочу остановиться немного на этом, потому что знаю, что для многих сестер поле борьбы в их жизни, в вашей жизни, это страх. Как будто бы кто-то шепчет тебе, да ты посмотри на себя, какая ты, да ты посмотри, у тебя никогда ничего не получалось в жизни, да ты всегда такая неудачная, да ты долго не задерживаешься здесь на этой работе, да ты посмотри, ну что ты мнишь о себе вообще, принца задумала, какого принца вообще, на себя-то взгляни, вообще, кто ты такая, вообще, ты, ну, приземлись. А если годы идут, и мы идем к доктору, и доктор говорит, анализы не очень хороши, вам нужно еще дообследоваться, на нас как опускается просто тучи, страх, Господи, мы боимся, боимся за здоровье, боимся за будущее, боимся за детей, боимся каких-то перемен, кто знает, что произойдет завтра, люди полны страха, я обнаружил, что даже христиане, находясь в церкви, многие не получают свободы от страха, в церкви уже какое-то время, а когда слушаешь их, так это сомнение, так это неуверенность в Боге, так это страх, знаете, мама Моисея молилась Богу, вот чему мы можем научиться у нее, и вместе с папой они смотрели на этого младенца, и вокруг был этот фон, который говорил, что у вас его заберут не сегодня, так завтра, вы прощайтесь с ним, потому что закон издан, потому что сейчас найдут и заберут, они смотрели, вот оно реально, все окружение полно страха, а что с ними? Они получают в молитве от Бога понимание, что у Бога есть судьба для этого ребенка, несмотря на все обстоятельства, Бог благословит его, Бог поднимет его, Бог защитит его, и мы будем делать то, что мы сможем, потому что это ребенок пришел от Господа. Друзья, я дам несколько текстов из Священного Писания, которые хочу, чтобы вы услышали, потому что победа над страхом не происходит просто так. Писание говорит, что именно победа над страхом происходит через веру, а вера, как известно, приходит, когда ты слышишь Слово Божие, вера от слышания, слышание Слова Божьего. Так вот, текст из Священного Писания, Тимофея, второе послание, первая глава, седьмой стих. Бог говорит через апостола Павла, дал нам Бог духа не боязни, но силы и целомудрия. Мы не запуганы, мы ничего не боимся, мы во Христе и Иисусе новое творение, мы Божьи дети, и с нами ничего не может произойти без воли Отца нашего Небесного. Даже волос, написанный в Библии, не пойдет без воли Небесного Отца с головы нашей. Если что-то происходит, значит, Бог знает, Он все еще на престоле, Он контролирует ситуацию, если ты доверил Ему свою жизнь, Он не забудет, не уснет и не пропустит ничего в нашей судьбе. Друзья, несколько текстов из Библии, Римлянам, восьмая глава, первая и второй стихи, там сказано, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И вам надо это слышать. Бог не осуждает тебя. Бог любит тебя. Бог смотрит на тебя. Бог хочет поднять тебя. Бог верит тебя. Точно так же, как Он верил в Моисея. Он верит в каждого человека. И Он знает тебя по имени. Он знает тебя по имени. Ты не случайность. Ты не просто ошибка какая-то. Вот папа и мама случайно как-то там они забеременели. Вот я родилась. И вот я не знаю, зачем я живу. Нет, не так. Нет, не так. Бог задумал. За папой и за мамой стоял небесный Отец. У Него есть прекрасная судьба. Прекрасный план для тебя. Он говорит, что Он знает намерения, какие имеет о нас. И они во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Еще один текст. Здесь сказано о том, что мы имеем в Иисусе Христе прощение грехов. Ефесянам 1 глава 7 стих. Это означает, что все твое прошлое прощено. Что все твое прошлое осталось в прошлом. Это означает, что Он не строит свои отношения с тобой, исходя из того, что было раньше. И если ты чувствуешь себя нечистой, если ты чувствуешь себя униженной, если ты чувствуешь себя оставленной, одинокой, знай, Иисус не смотрит на тебя такими глазами. В Нем мы прощены. В Нем мы помилованы. В Нем мы обновлены. В Нем у нас есть будущее и надежда. Еще одну мысль хочу сказать. В 1 Иоанна 4 главе в 19 стихе написано, что Он возлюбил нас. Он прежде возлюбил нас. И в ответ мы любим. Итак, я любим. Я любим. А каждая сестра, каждый человек может сказать, я любим. Я любим. Я знаю, Он меня прежде возлюбил. Такую, какая я есть. Таким, какой я есть. Он не погнушался ничем абсолютно. Он пришел на землю. Он любит. Он возлюбил меня прежде. Поэтому я отдаю Ему свою любовь. Друзья, победа над страхом. И сия победа, победившая мир, говорит Иоанн, есть вера наша. Давайте скажем, вера моя. Вера моя. Когда я слышу Бога. Когда я молюсь перед Господом. Когда я доверяю Ему свою жизнь. Когда я сфокусирован на том, что Он говорит мне. Я читаю Слово Божие. Я слышу Бога. Тогда моя вера поднимается. И эта вера дает мне победу над страхом. Вторую мысль, которую я хочу сказать. Чему мы можем научиться у этой семьи. Мы можем научиться молиться. И начать действовать. Я видел очень много верующих людей. Которые говорили мне. Пастырь, да, пастырь. Я такое откровение получила. Пастырь, я вот это хотела бы сделать. Я вот это. Проходит некоторое время. И я спрашиваю, как у тебя? Что у тебя получилось или нет? Ой, нет. Я как-то не решаюсь начать. Я не знаю, что делать. Проходит еще некоторое время. И забываются уже все свежие откровения. Все переживания. Почему? Потому что мы часто думаем, но не часто действуем. Итак, друзья, когда мы начинаем действовать, то только тогда, когда мы поднимаем себя и начинаем делать то, что мы не делали раньше, может быть, только тогда Господь начинает управлять обстоятельствами, в которых мы оказались. Еще раз, Бог не управляет, не меняет обстоятельства. Здесь есть обман. Мы говорим, раздвинь все горы. Раздвинь все проблемы. Убери от меня этих людей. Они достали меня. Господи, все измени вокруг меня. Шефа моего измени. Измени мою жену или моего мужа. Моих детей поменять. Дай мне вообще новую жизнь. Вот когда ты мне дашь новую жизнь, я тогда буду жить по-другому. Бог говорит, ошибка и обман. Ловушка. Начни действовать там, где ты находишься. Там, где ты находишься. Начни делать, что ты можешь. Прямо сейчас. По мере того откровения, которое у тебя есть. Ты видишь, слово твое написано в Библии, светильник ноге моей. То есть, светильник, ты видишь, куда поставить тебе ногу. Поставь же ее туда. Сделай что-нибудь. Помните, Бог сказал Аврааму и Саре. Старички, совсем старички. 90-100 лет уже. Им совсем старички. Через год у вас будет сын. Помните, да? Представьте себе. Они обнялись, сказали, классно. И как брат и сестра. Просто себе ходят, гуляют. Стоп, Авраам! Тебе нужно побыть со своей женой, Сарой. Да я старичок. Кто-то отдаст мне сына. Он не даст просто так. Тебе нужно побыть с Сарой, женой. Тебе нужно что-то делать. Тебе нужно что-то делать. Начни действовать. Если ты ничего не делаешь, ничего не произойдет. Друзья, я думаю, что кто-то из вас узнает. Я встречал лжесмирение. Когда люди говорят такие слова, они говорят, ой, мне так не повезло, пастор. Ты не представляешь, я жертва обстоятельств. Я вот тут уникальный случай, когда все на мне плохое сошлось. Понимаешь? Все плохое на мне сошлось. Вот это мой случай. Вот я такая несчастная. Вот я такой несчастный. Вот родственники мои, у них как-то лучше в жизни все. А вот мне и первый брак неудачный, и второй брак, и потом все кувырком пошло. И вообще все плохо. Вообще. Я не знаю. Конечно, Господь меня любит. Я это слышу, верю. Но я вот тут неудачный случай. Друзья, подождите, измените парадигму, измените мышление. Вам нужно слышать Бога, вам нужно знать Бога, молиться, читать Слово Божие и действовать, как Бог будет открывать вам. Вы знаете эту историю. Все чудесным образом получилось. Через три месяца, ей мысль пришла, сплету корзинку. Подожди, Иохаведа, кто-нибудь до тебя плел корзинки такие? Не, ну корзинки плели. Но кто-нибудь корзинку для ребенка плел? Ты где-то видела? Нигде не видела. А что ты будешь делать? Я сплету корзинку, я осмолю ее, чтобы вода не проникла, асфальтом тоже ее снизу покрою, положу. Моисеечка, мальчишечку моего, туда. И отнесу сама на реку. Что? У меня такая мысль пришла. Я думаю, когда она плела корзинку, дьявол шептал ей на уху, странная ты. Ты ж убийцей теперь станешь. Так бы у тебя забрали бы, а так ты сама? Ты ж сама пойдешь и ты сама своего ребенка уничтожишь, убьешь. Но она преодолевала страх. Она говорила, Господи, я верю, что это ты мне дал мысли такие. Значит, ты поведешь дальше. И знаете, так и случилось. Принесла корзинку, положила в тростнике, потому что течение могло просто снести, в камышах положила. Свою дочу, Мариам, оставила, сказала, наблюдай, что будет дальше. И надо же, вот здесь внимание, это делает Бог. Это не случайность. Так же, как не случайность, что ты сейчас здесь. Или ты слышишь меня, или видишь меня. Это не случайность. Надо же в этот момент принцесса, дочь фараонова, вышла со слугами покупаться. В этот день, в этот момент, именно сюда, именно прямо здесь, где корзинка. И плачет ребеночек. А кто это? А что это? Так это еврейский мальчик. Представьте себе, в этот момент что она могла сделать? Она могла сказать, возьмите за ногу и бросьте в Нил. Кто-то не доделал свою работу. Надо было бросить в реку. Фараон же сказал, в реку бросать. Это что такое? Но Бог, здесь очень важно, но Бог, но Бог управляет сердцем дочери фараоновой. Она говорит, принесите его сюда мне. Смотрит. А Бог располагает сердце. Она говорит, ху, а что если я возьму его себе во дворец и воспитаю его? А тут же девочка, 12-летняя Мариан, девочка. Дух Божий дает ей смелость. Страшно ей было? Наверное, страшно. Подойти к принцессе. Она же могла сказать, уничтожи. Это рабыня какая-то здесь, э, еврейская девочка, ты что здесь делаешь? Она подходит и говорит, Аня, пригласить ли вам кормилицу? Она говорит, хорошо, приведи мне кормилицу. Смотрите, как делает Бог. Она идет домой и говорит, мама, пойдем, 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 пойдем. Теперь уже мама во дворце фараона кормит и воспитывает своего сына. Они в полной безопасности. Никто не может им сделать никакого вреда. Никто не может навредить им. Они защищены. Я только представляю себе, что первые шаги, которые делал ребеночек, он делал при маме, мама видела, он начал назвать ее маму, она кормила его, она вкладывала свою веру, она вкладывала понимание Бога, она просто поднимала его и воспитывала его. Знаете, что где-то до пяти лет в среднем, вот, по истории, содержали кормилиц, поэтому до пяти лет где-то приблизительно, вот, мама была с ним. Третий урок, который, я думаю, один из самых серьезных уроков. Первый урок – это победа над страхом. Второй – иди и действуй. И третий – победа над собой. Знаете, пришел момент испытания в жизни Иоховеды. Ей нужно было одержать еще одну победу. И, наверное, самую тяжелую победу. В десятом стихе написано, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой. Ой, какой трудный момент. Она привела его к дочери фараоновой. Я думаю, что за эти пять лет она много раз молилась и говорила, Господи, ну, пусть, зачем ей вообще ребенок? У нее все в жизни есть. Пусть она забудет о нем. Пусть он останется при мне. Это мой сын. Я его так люблю. Он мальчишка пять лет. Он такой смышленый, такой умничка. Такой классный вообще. Ну, Господи, я знаю от Тебя, что у Тебя есть судьба для него. Ну, пусть все так и останется. Ну, вот приходит момент, сложнейший момент, момент перекрестка, когда ей надо привезти его и отдать его дочери фараоновой. И я думаю, друзья, что это сложный момент был, потому что материнские чувства очень сильные. И за это время они очень раскрылись. Но я также знаю, что Бог смотрел на нее, помогал ей. Она была женщиной веры. И она могла контролировать себя и свои чувства. Поэтому она одержала величайшую победу. Соломон говорит, владеющий собой лучше завоевателя города. Поэтому она пришла и сделала это. Вы помните, Мария молилась и говорила такие слова. Я раба Господня. Да будет мне по слову Твоему. Немного историй еще. Я думаю, мы часто говорим, или, по крайней мере, должны были бы, наверное, говорить эти слова. Я раб Твой, Господь. Да будет мне по слову Твоему. Я раба Господня. Я хочу одержать победу. Да будет мне по слову Твоему. Знаете, история говорит о том, что когда она отдала ребенка, 40 лет, он находился там. И ничего Библия не говорит о том, помнил ли вообще Моисей о матери своей. Приходил ли он домой к родным, навещать их. Приносил ли он им какую-либо особенную еду со дворца, или подарки, цветы какие-то. Библия умалчивает об этом. Но мы знаем, что он наслаждался жизнью все эти 40 лет. Мы знаем, что он катался на самых крутых колесницах. Находился и общался в высших кругах того общества. Его взгляд, его ментальность была совсем по-другому воспитана. Потому что он находился среди людей, которые управляли государством. А мама в это время сидела дома и молилась за своего сына. И говорила, я верю, что однажды придет тот день, когда он вернется и исполнит Божий план. Знаете, а потом наступил этот долгожданный момент. И казалось, что это была прям сама кульминация всей жизни. Моисей вспомнил о своем народе. Он накатался, нагулялся. Он уже все увидел. И в 40 лет однажды он пришел к своим людям. Пришел к родным. Я думаю, что и Ахаведа, и Амрам просто ликовали в этот день. И Мариам, и Аарон, они признали его. Они не отказывались от него. Они знали, что это их родной брат. И, скорее всего, они думали так, вернулся. Наконец-то вернулся. Мы так устали уже. Мы здесь рабы. Ты там во дворце. Освободи нас. Сделай, чтобы что-то поменялось. Пожалуйста, нам так трудно. Ты, Избавитель. Ты, 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 ты наша надежда. Вы знаете, здесь произошла самая большая катастрофа, которая произошла для нее, как для матери. Потому что в этот момент она так долго ждала. В целых 40 лет она молилась. Но что-то произошло. Что-то пошло не так, как она ожидала. Он убил человека. Потом, на следующий день, его же родные, братья, восстали против него. Теперь он в один миг потерял свой статус, свое положение во дворце. Он потерял расположение своего народа. Он остался просто непонятым, одиноким. И в конечном счете убежал в пустыню. Следующих 40 лет мама продолжит молиться о сыне. Наверняка соседи приходили и говорили, что, как твой, пришел, убийца тут, убил. Что с ним? Знаешь хоть что-нибудь? Какие-то известия есть или нет? А она верила. Она продолжала молиться. Шли годы. Легко сказать 40 лет. Мне 49, 40 лет. Это почти вся жизнь. А вместе 40 и 40 уже 80 лет. Мы не знаем, когда Амрам и Ахаведа ушли с этой земли. Дождались ли они, когда через 80 лет он снова вернется к своему народу? Но за 40 лет пустыни он вернется измененным, полностью другим человеком, переформатированным внутри. Человеком кратчайшим. Человеком, наполненным желанием служить Богу, исполнить Его волю. Человеком, умершим для себя. И нужны были эти 40 лет. Но мы знаем, что его сестра Мариам и брат Аарон, старшие, приняли его. Они вместе пошли к фараону. Моисей заикался, не мог говорить толком после пустыни. Знаешь, когда тебя Бог ломает, иногда говорить не можешь толком. Он говорит, я косноязычен, не знаю, что делать. Аарон, понимать его, стал в этот момент необыкновенным образом. Хотя они жили, 80 лет не жили вместе. Он понимать его стал. Он передавал все слова фараону. Они стояли вместе. Почему я верю, что Иерахаведа получила еще одну величайшую победу в своей жизни. Победу в молитве и в вере о детях своих, о Моисея. Потому что в семье его приняли. В семье его ожидали. Я буду останавливаться, друзья. Хочу сказать ободрение для всех родителей. Хочу сказать, что вне зависимости от того, что бы ни произошло с твоими детьми, если ты будешь читать слово, если ты будешь получать от Господа веру, то твоя вера способна будет сдвинуть горы. Я рос, я помню это стихотворение. В нем такая мысль, что мама молилась, 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 молилась о детях, о сыне своем. А сын шел, жил как хотел. Прогудел, все так, как в этой истории с блудным сыном. А потом однажды в пьяном угаре встретил земляка своего в городе. Он говорит, ну что там, мать моя? Как она там? Он говорит, мать твоя? Мать твоя молится. Мать твоя слегла. Все время, когда мы видели мать твою, она плакала и молилась о тебе. А потом, когда уже сил не было, слегла и попросила кровать подвинуть к окну. И все смотрела на дорогу и ждала тебя, что ты вернешься. Он протрезвел в этот миг и полетел домой, как кто-то облил его холодным душем. Он полетел домой. И когда он приехал, он не застал мать уже. Она ушла в вечность. В той истории он склонился там у креста на кладбище. И горько плакал. И сказал, Господи, я всю оставшуюся жизнь. Буду угождать тебе и буду служить тебе. Сестры дорогие, братья дорогие, папы, мамы. Я глубоко верю в молитву родительскую. Написано в Библии, что там есть чаша из молитв. Я думаю, там родительские молитвы, они как-то на поверхности. Они превыше всех молитв. Отец слышит голос матери и отца о детях своих. Мы после увидим великую славу на Моисея. Мы увидим, что эта слава даже физически отражалась с его лица. Представь себе. Он спускается с горы. Лицо сияет от славы. Он даже покрывает одеждой. Или взял покрывало, чтобы покрыть. Сияет от славы. Он превыше всего народа. Он Бога знает. Из всего человечества. Он Бога знает. Он с Богом наедине. Скажешь, какой крутой. Знаешь, откуда началась эта крутизна? От колен. Его мамы и папы. Которые верили Богу. Когда она забеременела. Когда носила под сердцем. Когда боялась и побеждала страх. Когда все мысли были, что все, 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 конец, конец. Она начала делать то, что не делала никогда раньше. Спыла корзинку. И вот так вот доверила в руки Божьей. Это же доверие. Когда в пять лет привела. И не зная, что дальше будет. Может, никогда не увижу его. Отдала его. В руки Божьей. Пусть он будет здесь. В руки Божьей. Отдала его. Вот там начиналось это великое избрание. Этих трех членов одной семьи. Моисея, Аарона и Мария. Давайте встанем сейчас. Я хочу молиться, потому что победа, она близка к тебе. Она недалеко где-то. Не думай, о, если Господь изменит обстоятельства тогда. Нет. В твоих обстоятельствах очень близка победа. Тебе нужно избрать, будешь ли ты верить Богу. Или ты будешь верить обстоятельствам. Согласишься ли ты, как Иохатофеда, верить Ему. Знаете, еще одну мысль хочу сказать. В имени Иоховеда есть имя Иегова. Все ученые, исследующие Библию, не могут объяснить этот феномен. Феноменально. Потому что Бог у горящего куста призывает сына ее, Моисея, который, помните, обувь снимает, стоит и слышит Бога. И открывается ему там с именем Иегова. Он говорит, я не знаю, кто ты. Он говорит, я Иегова. Что означает, я есим, кто я есим. А Моисей все время знал, что его мама Иоховеда, что означает Иегова, свет мой. Что? Ты мне открываешься, Иегова, а имя моей мамы Иегова, свет мой. Исследуйте, и вы будете удивлены. Ни один богослов не может объяснить этот феномен. Оказывается, эта женщина так близко знала Бога, что в ее имени есть имя Бога. Как это могло сказать? Кто ей дал это имя? Придем на небо, много тайн будут открыты нам. Но Бог говорит сыну именем матери. И говорит, я откроюсь тебе. Видите, какая связь между поколениями. Видите, какая передача веры идет. Видите, как Бог в этих поколениях, от одного поколения течет к другому поколению. Это Царство Божие. Это Божий план. Когда ты будешь верить, через тебя потечет. Твоим детям. 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 Продолжение следует...